Яблочный спас в России был одним из первых праздников урожая. И по нашим лучшим традициям он всегда полон добра и милосердия. В этот день, как правило, собирали яблоки, пробовали их, а часть плодов отдавали тем, кому они нужны, в виде искреннего пожертвования. Эти лучшие традиции нашли свое продолжение в настоящее время. Подробности в нашем репортаже. Яблоневые сады можно встретить по всей России. Они славятся красотой весеннего цветения и урожайностью. В яблоках много витаминов и других полезных веществ. Недаром появилась поговорка «По яблоку в день и доктор не надобен». И в крупнейшем саду Европы, агрофирме «Сад Гигант» именно яблони являются основой получения богатого урожая, который пользуется неизменным спросом. Именно здесь, на втором отделении хозяйства, в день традиционного праздника «Яблочный спас» для воспитанников Славянского социально-реабилитационного центра «Надежда» прошла экологическая благотворительная акция «Яблоки детям». В мероприятии участвовали председатель комитета по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский и депутат городского совета, руководитель предприятия «Славянск-эко» Денис Выпринцев. Виктор Чернявский сердечно приветствовал ребят и сказал, что у них сегодня есть отличная возможность поучаствовать в сборе яблок. Вы живете в красивом солнечном мире, в котором для таких молодых людей, для ребят, для девчат все дороги открыты впереди. Где-то у кого-то интересная профессия, у кого-то какие-то планы и так далее и тому подобное. Вы сегодня живете в коллективе, в котором должны еще раз вспомнить, что дружба – это самое лучшее, что есть на земле. Что у ребят должно быть прекрасное занятие. И вот сегодня взрослые решили устроить вам такую прекрасную прогулку, чтобы это яблоко, которое вы сегодня скушаете, вы сами сорвали своими руками с настоящего дерева в самом лучшем в мире саду. Вы знаете, где мы находимся? Да. Как называется предприятие? Сад Гигант. Сад Гигант. Это самое крупное в Европе предприятие. Таких красивых яблонь, таких вкусных яблок нигде нет. Управляющий отделения Виталий Горобец рассказал ребятам о том, чем богато отделение и как здесь выращивается отменный урожай. У нас на территории второго отделения под садом площадь, занимаемая 572 гектара. Из них 478 гектар у нас это яблоня, 43 гектара груша, 25 гектар сливы, 19 гектар персика и 6 гектар черешни. Для детей провели экскурсию по саду, рассказали о различных сортах яблок, особенностях ухода за плодовыми деревьями и о правилах сбора. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко пожелал ребятам всего самого хорошего. Чтобы у вас у всех было счастье, чтобы было радости побольше. Ну а яблоки сегодня, такой святой православный праздник, вам бы были таким небольшим подарком и скрасили ваши прекрасные, замечательные дни в летнем виде. Надо было видеть, с каким интересом и энтузиазмом собирала детвора яблоки. Они гордились тем, что делают это впервые и по мере сил помогают взрослым. Мы сегодня побывали в самом крупном саду на предприятии «Сад Гигант». Я впервые собираю яблоки. Мне очень это нравится. Помогаю своим друзьям. Я очень рада принять участие во всероссийской акции «Яблоки детям». Нам рассказали, какие сорта бывают, здесь растут. Мне очень нравится собирать яблоки. Нам рассказали, как правильно это делать. И я делаю это в первый раз. И мы стараемся друг другу помогать. Мы же друзья. Эта акция была совсем не для галочки. Она направлена на формирование у ребят экологической культуры, на умение работать сообща. Все собранные плоды дети забрали с собой. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События».